Добрый день! В эфире программа «Стратегия успеха». С вами Елена Маката, эксперт по личной и бизнес-эффективности. В гостях у меня Павел Саква, владелец компании «Саква». Это сеть магазинов профессиональной косметики. Павел, добрый день! У нас программа «Стратегия успеха». Сегодня предлагаю поговорить о вашей «Стратегии успеха». Готовы быть откровенны? Попробую. Расскажите, насколько вы себя ощущаете успешным человеком? Насколько успешным? Успех сам по себе, я считаю, это свобода. Свобода от делать то, что захочешь. Скажем так, свобода финансовая в том числе, чтобы хватало денег делать то, что захочешь. На то, что захочешь. Да, конечно. Свобода моральная, чтобы перед собой не было стыдно, не приходилось оправдываться за то, что ты там что-то сделал не так. Насколько я считаю себя успешным, я вполне успешный человек. А вот если взять на 10 баллов, это максимально успешный, то вот от нуля до десяти вы на шкале где находитесь? Ну, где-нибудь на восьмерке, наверное. Вот у вас сколько вообще в магазину «Саква»? Первый магазин мы открыли, я открыл свой день рождения в 2006 году. Да, в этом году мы будем отмечать 10 лет. Как возникла идея открыть магазин? Особенно это же профессиональная косметика. Открыл мужчина. Вот расскажите, что такое было у мужчины в голове, что он захотел заняться таким бизнесом? Я сразу говорю, что жена здесь ни при чем. Мы встретились уже потом, как раз по моей работе. Изначально началось все с того, что я приехал, после университета я уехал в село родное, отработал там учителем в школе полтора года. То есть вы по профессии учитель? Нет, по профессии у меня, у меня специальность радиофизика и электроника. А работали тогда учителем кем? Работал учителем физики и информатики. Потом приехал в город. В это время мы с братом вместе пытались заняться бизнесом, какие-то рассматривали новые направления и так далее. Немножко торговали бытовой химией. И пробовали абсолютно разные направления, от кроликов до грибов, чего только не было, и плитки, и все, что угодно. И смотрели, что будут лучше покупать? Ну не только, мы всегда хотели заниматься производством, не просто купи-продай. Мы рассматривали именно всю идею полностью, там себестоимость, вклады в производство и так далее. Ну и естественно… И идея вашего бизнеса. Вот, и брат у меня поехал в Китай, вообще поехал за хозяйственными перчатками. И неожиданно оттуда, ну а как оказалось, тогда это было невыгодно заниматься этим. И просто познакомился с одной тетенькой, у которой дочка занималась именно наращиванием ногтей. Он привез мне сумку, такую китайскую клетчатую сумку, полную чего-то. Сказал, я не знаю, что это, я знаю, сколько это стоит. Иди… И мы на это можем заработать. Иди продавать, да. И через две недели… Так вы ходили с этой сумкой, продавали? Я взял эту клетчатую сумку и пошел по парикмахерским. Так. Пришел в одну и сказал, вот смотрите, что у меня есть, расскажите, посоветуйте. Пришел в другую, так начался мой бизнес. Это был конец 2005 года. Через две недели брат поехал в Китай, привез две сумки, через две недели, еще две недели он уже там заказал и доставку. 2016 год, у вас сеть магазинов. Что такое делали, что это переросло именно в бизнес? То есть некоторые так и остаются на этой точке А, да? Да, то есть ходят с сумкой или это какой-то маленький совершенно бизнес. То есть что такое важное вы делали, что двигало вас к успеху? Ну, мой один из главных шагов, то, что я считаю, сделал, это я открыл, наверное, первый магазин, интернет-магазин. Именно в Алтайском крае, в своей теме. То есть вы были первые, кто зашли именно в нишу интернет-магазинов? Я имею в виду именно профессиональную косметику. Да, 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 профессиональную. Да, я был первый, это однозначно. Что еще такое важное, вот глядя на ваш путь, ведь он был тернистый, заниматься бизнесом, это не так гладко, да? Что такое еще сделали, важное, что продвигало, двигало вас в компанию? Лично я делал, скажем так, это не просто лично я делал там что-то, какой-то важный шаг. У меня просто изначально я всегда старался слушать людей, именно обращаться к клиентам. В моем случае это бизнес для бизнеса, B2B. Вот. И всегда я, у меня изначально, я объезжал, когда все эти парикмахерские, еще до того, как открыл магазин, я разговаривал со своими клиентами. Что им надо, что им интересно. И всегда старался изучать что-то новое и удовлетворять как можно больше их потребностей. Сейчас продолжаете в этом направлении? Как вы выясняете обратную связь от ваших покупателей? Обязательно. Я сейчас, у нас есть группы в соцсетях, я регулярно там сам занимаюсь ими лично, мониторю динамику, мониторю все, ну, заявки, это уже не я, конечно. Есть какой-то механизм, который позволяет мониторить, да, вот эти заявки? Обязательно, да, конечно. Я, ну, в программной части многое оставил у себя пока, от которого, может быть, потом отойду, когда все это налажу. Вообще, вообще, как мечта любого бизнесмена, чтобы твое предприятие хорошо работало, приносило хороший доход и развивалось, а ты лежал где-нибудь там на Багамах и попивал сок. Вот к этому я иду потихоньку. Ну, развиваться оно, наверное, будет от собственника, да, потому что он стратегически будет давать направление бизнесу, а вот оперативную текущую деятельность действительно можно делегировать, если мы сможем выстроить систему, да, определенную. Исполнительного директора. И тут вы правы без эти технологии просто не обойтись. Ну, это само собой, да. А что такого, вот наверняка вы совершали какие-то ошибки как предприниматель? Да, конечно. Что точно, вот это были ошибки, пусть это не глобальная, не роковая ошибка, но она именно немножко притормозила движение. То есть вот расскажите вот про ваши ошибки, они нас очень интересуют. Не надо распыляться на много разных проектов, скажем так. Проектов или сегментов целевой аудитории? Нет, нет, нет. Если вы там, допустим, вот взять меня, да, я занимаюсь, изначально я торговал ногтями, ну, материалами для наращивания ногтей. Вот. Не надо брать сразу, вкладываться куда-то еще. Сейчас у нас уже большой ассортимент, скажем так, и волосы, и ресницы, и ногти, и декоративная косметика. Вы, наверное, все знаете про женские хитрости. Уже не все, но еще много. Ну, по крайней мере, посмотрев на ногти девушки, вы знаете, как они сделаны, и какие они. То же самое касается ресниц. Ну, да, замечаю иногда. То есть не нужно распыляться. То есть сначала в одной нише закрепить лидерство, потом двигаться дальше. Да, и еще. То есть а у вас такое было, что вы захотели сразу расширять ассортимент, и немножко это притормозило развитие. За счет этого не хватает, скажем так, грубо, оборотных средств на главный твой паровоз, и это замедляет развитие. Подскажите, вот какие вы можете дать рекомендации нашим зрителям? Такие рекомендации успеха. Что им нужно делать, чтобы двигаться вперед и получать удовольствие от жизни? Ну, во-первых, заниматься любимым делом. Как его найти? Для многих, конечно, вопрос. Это большой вопрос, да. Для меня тоже, вот я одно время, говорят, что бизнесмен, частный предприниматель, через 6 лет у него настаёт такой момент, когда ему надоедает просто заниматься одному этим делом. И он просто бросает это. Либо продаёт, либо берёт. Наемного, путей много. Да, путей много. Но вот в моём случае я просто решил для себя, не обязательно я должен сам продавать. Я могу действительно настроить какую-то команду. Это, конечно, очень сложно. Вот именно самое сложное в бизнесе – это построить правильную команду, которая бы работала и приносила доход, и сама развивалась, саморазвивающийся бизнес. Вот. Самое главное, получается, это заниматься любимым делом. Второе – это всегда уважать людей, и особенно своих клиентов, но в том числе и конкурентов, и всех вокруг. То есть такое глобальное уважение. Да, потому что любой бизнес должен быть, на мой взгляд, моральным и этичным. Потому что если вы собрались там, ну, грубо говоря, я украл вагон зерна и продал его, то я не смогу так долго развиваться. Да, и мы не в 90-х. Это не настоящий бизнес. Так, мы в 2016, там у нас цивилизованное ведение бизнеса. Да. И последний совет. И последний совет – идти по жизни с улыбкой и весело. Спасибо вам за такой последний, за все советы, и особенно за последний, позитивный. Я напоминаю, что в студии был Павел Саква, владелец компании, сети профессиональных магазинов Саква. Всего доброго, с вами была Елена Маката, эксперт по личной и бизнес-эффективности. КОНЕЦ